Что происходит с современной библиотекой? Можно её называть третьим местом, можно её называть досуговым центром, можно видеть замечательные совершенно изображения и рассказы о библиотеке, о которой нам говорилось, о молодёжной библиотеке. Это всё очень важно. На самом деле, мне кажется, что мы все говорим о том, в какую эру мы вступили. И мне кажется, что люди моего поколения, то есть поколение, которым точно за 50, мы на самом деле позитивно, наверное, виноваты в том или не виноваты в том, что происходит с сегодняшними библиотеками. То есть в 80-е годы, в 89-м году, когда я стала директором библиотеки иностранной литературы, мы все мечтали о том, что сейчас для нас является почти общим местом. Конечно, в скобках я должна заметить, что всё-таки мы говорим о библиотеках крупных городов или крупных региональных центров, потому что вот то, что я сейчас скажу, это, наверное, произойдёт библиотеками малых территорий, сёл и вообще других, ну, менее географически крупных территорий не завтра. Мы все мечтали, что у нас будет много техники, и попросту говоря, много компьютеров. Мы тогда не знали такие замечательные слова, как iPad и всякие айфоны. Мы не знали, что будут мобильные телефоны. Мы были счастливы, что были, только появлялись всякие технические средства, типа введённого в обиход в наших библиотеках фондом Сорса в то время, всякие замечательные вещи типа факсов. Теперь в каждой уважающей библиотеке этого чуда техники, ну, на самом деле, если не сколько угодно, этого никогда не бывает достаточно, то вполне достаточно для того, чтобы, наверное, мы могли произнести, в случае я готова произнести такую вот фразу, что те, которые были современниками эпохи Гутенберга и те, которые были участниками эпохи Ивана Фёдорова в нашей стране, они точно совершенно отличаются от нас, которые являются, ну, наверное, персонажами эпохи точно, когда Гутенберговская эра подходит к концу. Ну, а уж если довести эту мысль до всем такого резкого, я бы сказала, воплощения, потому что мне кажется, что в этом смысл нашего, во всяком случае, совещания здесь и беседы, а вообще что будет с библиотеками, как нам дальше жить, выживать, какой продукт, какой интеллектуальный ресурс мы хотим принести тому же городу или читателю, потребителю информации, как его, может быть, правильно называть, но не всегда хочется называть. Мы с вами присутствуем при конце традиционной, отвечаю я вам, когда вы меня представляли, что я буду говорить о традиционной библиотеке, мы с вами присутствуем отчетливо при конце традиционной библиотечной эры. Нравится нам это, не нравится нам это, это все равно, как сказать, что мне не нравится мобильный телефон. Мобильный телефон, вещь, вообще говоря, чрезвычайно полезная, но, как говорят медики, довольно опасная для головного мозга. Но мы же все этим пользуемся, как мы будем жить без этого. У меня вот есть некоторые знакомые, которые вот выбрасывают мобильный телефон, скажем, в реку Москву, поскольку жизни с этим мобильным телефоном, что и правда, нет. Но жить без него довольно трудно. Так вот, в каждой уважающей библиотеке, ну, во всяком случае, я говорю точно о своей библиотеке, начиная с 80-х годов появлялось все больше и больше компьютеров. И чем больше и больше появлялось компьютеров, а дальше все то, что я сказала в начале, тем мы приближались к тому, что взрывоопасно произошло за последние годы. Мы выпихиваем читателя, ну, объективно мы выпихиваем его из библиотеки. А на самом деле, а зачем ему ходить в библиотеку за традиционными услугами? Ну, зачем ему ходить, если он наберет сейчас www, и дальше то, что ему нужно, Чарльз Дикинс, Тургенев, я не знаю там, что ему нужно. И все это увидят крайне комфортабельно на экране. Даже можно для этого не пользоваться большим компьютером, а можно пользоваться iPad'ом, все будет совершенно замечательно. То есть наши традиционные услуги, даже в такой библиотеке, как Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, с пятимиллионным фондом на 144 иностранных языках, замечательным гуманитарным фондом, которым действительно во многих библиотеках нет, потому что не хватает денег на комплектование, на то, на другое. И третье, поэтому к нам, конечно, ходит определенное количество читателей, но даже у нас читатель прогрессивно покидает наши читальные залы. И вот когда я смотрела замечательное представление, презентацию, ненавижу это слово, но тем не менее оно существует в нашем языке, которое рассказывает о третьем месте, я думала вот о чем. Что, наверное, честно показать вот эту презентацию руководителям города и руководителям различных культурных институций, но их обязательно посетит мысль, как замечательно из тех библиотек, в которых находятся два с половиной читателя, преувеличение, конечно, но тем не менее близко к этому, как замечательно из этих помещений, находящихся, скажем, в первых этажах зданий или, скажем, из каких-то крупных территориальных образований сделать что-нибудь типа вот этого третьего места, кафе, гостиница, но я не знаю что. И на самом деле, дорогие мои, это вообще говоря, наша реальность. Реальность, если мы на нее не будем иметь соответствующий вызов, не будем отвечать на эти вызовы времени, это начнет происходить с библиотеками точно. Я не точно знаю, какое количество библиотек в городе Москве, но я точно знаю, что то количество библиотек, которые существуют, они не будут существовать в ближайшем будущем. По одной простой причине, понимаете, что их просто, если технологический и технический прогресс будет происходить, а он будет происходить дальше, понимаете, они будут просто, увы, невостребны. Хорошо, оставлю в покое Москву. Я не московская библиотека, я федеральная библиотека. Я стараюсь утром до двух часов по своей библиотеке не ходить, чтобы не портить себе настроение. Потому что я помню замечательно то время, и с Татьяной Евгеньевной мы помним, конечно, то время, когда с самого раннего утра, начиная там, я не знаю, с 10 часов, залы библиотеки иностранной литературы были, ну, если не переполнены читателями, но туда приходило очень большое количество читателей писать свои курсовые, дипломные работы, кандидатские работы. Это были еще времена, когда была такая вещь, о которой молодое поколение может, к счастью, и не знать, как спецхрана, он тоже был чрезвычайно востребован и так далее. Сейчас это пустые пространства. Ну что же, это наша российская беда, это наша российская болезнь вовсе нет. Вы то же самое увидите, если вы идете в Национальную библиотеку Франции. Все то же самое. Если вы войдете в такое чудо цивилизации, как библиотеку Конгресса, вы увидите эти опустевшие залы. А вот если вы войдете в библиотеку такого города, как Гетебург, или в библиотеки Финляндии, или в библиотеки Великобритании и Шотландии, которые не обязательно находятся в Лондоне, Лондоне половина из них закрылась, кроме британской библиотеки, естественно, это Национальная библиотека страны, то вы увидите какую-то другую картину. Там стоят очереди из молодых людей, которые зачем-то приходят в библиотеку, когда у них у всех есть айпэды, айфоны и так далее. Зачем они туда приходят? Они приходят за другого типа услугами, за другими возможностями. И эти возможности я могу на эту тему довольно долго, так сказать, исполнять, потому что то, что библиотека иностранной литературы интуитивно, когда мы были так же полны желания и энтузиазма, чтобы было как можно больше компьютеров, электронной почты и так далее, и так далее, мы начали это делать довольно рано. Библиотека, если она хочет выжить в постгутенберговскую эпоху, в эпоху гибели, смерти традиционной библиотеки, она должна превратиться в культурный, межконфессиональный, межэтнический, меж и так далее, какой-то центр. Потому что библиотека – это замечательная площадка. Я не знаю, третье оно место, четвертое оно место. Оно, во всяком случае, то место, которое бы я определила как удивительное место встречи. Ну, пускай это будет третьим местом. Куда можно прийти поработать, если ты захочешь прийти. Куда можно прийти отдохнуть, куда замечательно привлечь действительно мамы и маленьких детей и дать возможности одним отдохнуть, другим начать изучать языки. То есть это то место, я вижу, это то место, которое действительно должно передумать свою новую функцию. И если мы это с вами не передумываем, наша судьба достаточно печальна. Возможно ли это сделать? На мой взгляд, да. Хотя это требует очень большого количества навыков. Это требует большого количества, понимаете, такого нетрадиционного энтузиазма. Это вообще требует какого-то представления о том, что библиотека как место встречи, как место, ну, действительно, вот такой социализации, какой-то третьей или четвертой социализации, может принести тому, кто в нее придет. Для того, чтобы этот кто-то в нее пришел, мы должны предложить эти новые, действительно, возможности и услуги. В противном случае, довольно скоро наши помещения будут востребованы совсем не теми, кем они должны быть востребованы. И судьба наших библиотек на мне представляется достаточно печальной. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok